Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я рада видеть вас на своём канале. Сегодня у нас будет шоколадно-конфетное видео. Мы вместе с сыном наконец-то посетим экскурсию на фабрику Коммунарка. Я даже задыхаюсь от вот этого впечатления, от того, что наконец-то я попаду на фабрику, шоколадную фабрику. Я ни разу в жизни не была на шоколадной фабрике, всегда смотрела, засматривалась на то, как делают конфеты, как поливают их этой глазурью шоколадной. А тут вот просто наконец-таки я сама добилась своим упорством этой экскурсии. Была пандемия, и на Коммунарку долго не водили экскурсии. Также сын от гимназии никак не мог собраться туда. Дело в том, чтобы попасть на экскурсию по фабрике Коммунарка, нужно, чтобы насобиралась группа людей, где-то там 30 человек, и они все пошли на эту фабрику. Но вот недавно, где-то с весны, можно было так вот получить возможность посетить фабрику, при этом подсоединиться к экскурсии, как я поняла. И я написала и в инстаграм, и на почту Коммунарки, что мы с сыном уже давно мечтаем посетить вашу фабрику. И вот сегодня этот день состоялся, то есть состоится. Надеюсь, все будет хорошо. И мы отправляемся на улицу Оранскую, где находится эта знаменитая белорусская фабрика Коммунарка, которая производит мои любимые шоколадные конфеты, а также шоколад очень высокого качества. У меня, кстати, уже есть видео о том, как мы были в кафе при этой фабрике, а вот сегодня просто невероятное событие в моей жизни, моего ребенка. Он засматривался на то, как в инстаграм дети ходят по фабрике. Он мне говорил, я так хочу оказаться на их месте. И вот сегодня мы окажемся на их месте и посетим фабрику. Итак, поехали! Вот мы приехали непосредственно к самой кондитерской фабрике Коммунарка. Это проехать от нашего дома несколько остановок. Очень удобно. И мы с сыном получаем неимоверное наслаждение от этой поездки. Вот нас ждет Мишка. Это вот такой как бы знаковый персонаж возле фабрики. И все обычно возле него фотографируются. Также рядом конфетка. И если подойти поближе, то справа будет фирменный магазин от Коммунарки. А слева будет такая вот кофейня. Очень красивая. Мы еще с вами зайдем туда. И вот нам до экскурсии осталось где-то 40 минут. И мы решили с сыном посетить именно кофейню. И также я познакомлю вас с кофейным деревом. И покажу горячий шоколад. Вот время работы. Все подробненько показываю. Чтобы вы были в курсе. Вообще очень советую посетить это место. Я сама о нем узнала только год назад. И вот такой здесь ассортимент. Здесь не только вкусно, но здесь еще и бюджетно. Вот все в белорусских рублях. Посмотрите. Здесь можно не только сладостями побаловаться. Также здесь можно и перекусить. И особенно мне здесь нравится горячий шоколад. Он здесь есть и горький, и молочный. Вот даже такие красивые сувениры вкусные можно купить. Девушка делает шоколад. И мы заказали горячий шоколад. Ждем. И также хотим посмотреть вот это кофейное дерево. Я уже снимала видео об этом кофейном дереве. Здесь очень подробно можно узнать, в каких годах были произведены конфеты, трюфели. Вот, например, аж в 67 году. Грильяш на арахисе в 83-м. Минский грильяш придумали в 1991 году. Легендарная белочка в 1977-м. То есть все конфеты можно подробно изучить. Можете, кстати, остановить видео, посмотреть более подробно, кого интересует, кто фанат конфет коммунарка. Также здесь можно побаловаться и спиртными напитками. На любой вкус, на любое мероприятие. Все в таких вот оттенках. Именно красный цвет, я так понимаю, это фирменный цвет коммунарки. И здесь также можно изучить историю этой фабрики по годам. Вот даже есть фотографии, как выглядели работники. Вот даже инженер-технолог Шиманская с 1976 года. Ну, раз мы здесь, нужно же быть в курсе и истории. Ведь это так интересно. Вообще, я обожаю нашу фабрику коммунарки. Честно скажу, я прямо патриот. И вот первая дата, 1905 год. Предприниматель Рачковский открыл кондитерскую. В 1931-м поднялся трехэтажный корпус обновленного производства. В 1918-м уже заявление этого Рачковского. Я немножко не по годам иду. О разрешении строительства. Документы сделали. В 1934-м году фабрика поменяла ведомственную принадлежность. Но я пропустила вот эти вот даты. В 1921-м году на Минской бирже труда был зарегистрирован небольшой вот этот кооператив. В 1929-м году предприятие Прогресс. Вот так вот все видоизменялось. Можно, опять же, напоминаю, остановить видео, более подробно прочитать. В 1934-м году, как я сказала, поменяла ведомственную принадлежность фабрика. В 1944-м увидел свет приказ о возобновлении производственной деятельности. В 1955-м коллектив уже достиг 700 человек. То есть фабрика развивалась. В 1971-м году также награда была у фабрики. В 1994-м также было обновление. Акционерное общество создано, зарегистрировано в Минске горисполком. Именно коммунарку. И также в 2000-м году были видоизменения. В 2012-м году вообще проведена модернизация производственных цехов. В 2019-м история не заканчивается, а пишется дальше. Вот до сих пор. И также можно увидеть вот такие вот картины. И вот мы уже получили свой заказ. Это два горячих шоколада. И пирожное. Также водичку можно купить. Я рекомендую, чтобы запить эту сладость. Вот такие вот цены. То есть очень дешево. Шоколад 3,53 белорусских рубля. Сладость вот это вообще пирожное 1 рубль. И вот я тоже наслаждаюсь. Решила тоже сфотографироваться с чашечкой. Мне очень нравится, как они накладывают корицу у меня и орешки. Очень много кладут. Нигде так не кладут. А это мы уже подошли и стоим на проходной. Ждем экскурсовода. И все. Мы поднялись внутри фабрики. Не помню на каком этаже. И нам рассказывают. То есть знакомят с историей вообще шоколада. Очень приятная девушка, кстати. Она рассказывает нам, что шоколад это не только лакомство, поднимающее настроение, избавляющее от стресса, но и кондитерское изделие. Основным сырьем для получения которого являются семена шоколадного дерева, а именно какао-бобы. Очень подробно рассказывает весь производственный процесс. Вообще какао-бобы это не сказочное дерево, на котором вместо листьев растут конфеты. Это самое настоящее, вечно зеленое, тропическое растение, родина которой является Южная Америка. И в далеком прошлом, вот не знали еще предки о шоколаде. Вот нам показывают какао-бобы. Затем нам показали, как выглядит какао-масло. Его можно купить. И вот оно легендарное. Также какао тертое. Оно очень вкусно пахнет. Заметьте, в шоколадках всегда присутствует сахар, какао-масло и какао тертое. Это важные ингредиенты. Насколько я знаю, после просмотра контрольной закупки. Они должны стоять на первых местах. И вот мы наделись с сыном в амуницию такую. Ждем сказки. Ой, мы так мечтали попасть сюда, не передать ни глазами, ни словами, как приятно. Но снимать нельзя весь производственный процесс. Это секрет. И вот мы после уже всего обзора фабрики, мы там и ели большие вафли, и конфетами нас угощали. Много-много шоколада видели, посмотрели весь процесс. И вот нас еще стоимость, кстати, на двух человек стоило 48 белорусских рублей. Входит для сына далее, так как ему 13 лет, вот такой вот детский подарок. Называется подарочный набор конфет «Сладкий подарок». И также можно остановить видео, прочитать, какие конфеты включаются в этот подарочек. А мне, как взрослой, дали вот такой сладкий подарок. Все это можно купить в фирменных магазинах в городе Минске от Коммунарки. Они очень часто так расположены по городу. Или в торговом центре столицы можно встретить, возле торгового центра галереи. Да везде, и в магазине, и везде можно купить шоколадки от Коммунарки. Также нам подарили вот такую вот брошюрку, очень интересную, где можно ознакомиться с историей фабрики, также с историей шоколада. Очень интересно, я даже прочитала всю эту книжку, когда пришла домой. И также после всего этого мероприятия мы пошли в фирменный магазин. Вот такой вот здесь ассортимент. Можно купить много интересных вот таких вот шоколадок от фабрики Коммунарка или сувениры, потому что я видела, что не только из города Минска были туристы, не туристы, а люди на этой выставке, на фабрике. Также вот такая вот шоколадка от президента. Генеральский шоколад мне дарил дедушка. Вот такие вот сладости. Мы очень довольны. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Встретимся в следующих видео. Пока-пока.